Так в британском Солсбери проходит обучение украинских военных. Солдаты армии Соединённого Королевства рассказывают и показывают, как обращаться с самоходной гаубицей. Из орудий, которых раньше не было в вооружённых силах Украины, военнослужащие хотят стрелять для большей точности в поражении российских целей. «Да, мы определённо видим высокую степень мотивации и преданности делу защиты Украины. И эти ребята хорошо тренируются. Они не делают много перерывов. Они, безусловно, многому научатся». Обучение украинских военных проходит и на реактивных системах залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров. Это больше, чем радиус действия российских РСЗО. Навыки стрельбы из них за последние несколько недель уже получили сотни военнослужащих Украины. В ближайшее время обучение пройдут ещё несколько тысяч артиллеристов. «Это было шоком для нас. Мы подготовили программу обучения на основе нашего опыта обучения британских солдат. Но когда узнали, что это профессиональные ракетчики, которые всё понимают, нам стало намного проще работать». Общий объём британской военной и экономической помощи Украине с начала войны достиг 4,5 миллиардов долларов. Сейчас она включает системы реактивной артиллерии, самонаводящиеся противотанковые ракеты, бронетранспортеры и бронемашины, системы ПВО, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, а также тысячи касок, бронежилетов и комплектов медицинской помощи. Всё это Украина получила благодаря премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Поэтому его отставка очень обрадовала российских пропагандистов. Новости из Лондона. Лучшие друзья Украины уходят. Перемога в опасности. Первый пошёл. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики, особенно на международном треке. Постскриптум. Ждём новости из Германии, Польши и Прибалтики. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации в Телеграм. Однако международные эксперты уверяют, поддержка Британии зависит не столько от Бориса Джонсона, сколько от общественного мнения. И оно на стороне украинцев. В качестве наглядного примера приводят тот факт, что флаги Украины можно увидеть не только по всему Лондону, но и почти в каждом маленьком городе за его пределами. «Поддержка сохранится, потому что она держится не на одной личности. Главное, чтобы сейчас не было перебоев». Алена Глевко – сотрудница аналитического общества Генри Джексона в Лондоне в интервью BBC. Похожее мнение высказал и бывший посол Британии в Беларуси. Считает, что отставка премьер-министра не повлияет на позицию Лондона. «Поддержка, которую Британия оказывает Украине – не личная политика премьер-министра, а политика страны. В обеих крупных партиях, среди их политиков, в обществе и в частном секторе есть политический консенсус по этому вопросу. Украине нечего бояться в вопросе смены курса при другом премьере». Найджел Гулд Дэвис – бывший посол Британии в Беларуси в интервью BBC. На кресло нового премьер-министра Великобритании уже претендует 11 человек. Большие шансы политологи дают нынешнему министру обороны Британии Бену Уоллесу и главе британского МИДа Ли Страс. У обоих чёткая позиция относительно войны в Украине. «Самым важным фактором во всём этом является то, что мы даём украинцам возможность. Они хотят защищать свою нацию. И я уверен, что мы продолжим наращивать нашу помощь, чтобы помочь им продолжать это делать в этом бою». Дэвид Кори – постоянный представитель Великобритании в НАТО в интервью Financial Times. По мнению британских экспертов, перебои в поставках оружия Украине быть не должно. И временный премьер-министр, кто бы он ни был, и все кандидаты будут сохранять нынешний курс страны, потому что Британия уже зарекомендовала себя как один из главных западных защитников Украины.